Всем привет, мои дорогие! С вами Маша. Сегодня я вам покажу несколько осенних аутфитов, то, что буду носить в ближайшее время. У нас осень началась ровно 1 сентября и холод такой, какой обычно бывает в ноябре. Но мы все ждем бабье лето. Итак, первый аутфит такой спорт стайл. На мне трикотажный костюм черный. Вверх худи это H&M, вниз мави. На ногах у меня кроссовки Puma и сумочка LV. Ну аутфит такой на раннюю осень, который, мы надеемся, скоро наступит. Вот ждем буквально на днях потепления. Сейчас очень актуальный образ, потому что сейчас такие трикотажные костюмы и вообще расслабленный стиль в тренде. То ли из-за пандемии, то ли, в принципе, мода уходит в сторону комфорта. Ну, на самом деле, конечно, это очень удобно. Бывают дни, когда именно вот такой образ актуален. Также, конечно же, в дорогу, особенно когда летишь из холода в тепло, это тоже очень актуально. И вниз можно надеть майку какую-нибудь, либо без рукавов, либо с короткими рукавами. Сверху худи вторым слоем. И когда уже прилетаешь на место в тепло, снимаешь худи, и уже можно спокойно доехать до отеля и не умереть от жары. Если же будет холодно, как сейчас, то сверху я надену еще один слой и сейчас вам покажу. Я надела такой жилет, куртка-жилет, рукав вот до локтя. Застегнула его. Можно также расстегнуть. Это Лаурен Видал. Жилеты сейчас, как никогда, в тренде. Совершенно разные. Ну и если будет уж совсем-совсем холодно, то я надену капюшон. Так, застегнем жилетик. И получается такой образ на холодную-холодную осень. А то и на зиму. Если зима не очень холодная. Так что это первый или даже второй образ на осень. Такой расслабленный спорт-стайл. Следующий аутфит на Баби Лето. Я вся в белом. Майка плоская, это Зара. И здесь вот видите узел. Самый актуальный тренд. Я не знаю, нравится он мне или нет. Но сейчас это на пике популярности. Дальше джинсы тоже Зара. Обувь, ботинки Тоско Блю. Мои новые ботинки. Я их еще ни разу не надевала. Здесь вот видите камни. И сумка Карл Ульгерфельд. Все-таки я очень надеюсь, что скоро будет тепло. И можно будет так одеться. Но на вечер и на случай, если похолодает, я надену еще один слой. И сейчас вам его покажу. Я накинула на плечи свитер. Он очень теплый, шерстяной. Такой большой, объемный, как печка. И это тоже один из актуальных трендов. Уже несколько лет свитер накидывают на плечи, на пальто, на другую верхнюю одежду. Используют вместо шарфа. Это очень актуально и популярно. Хотя я бы сказала, что на плечи свитер накидывали и раньше. И был период, когда мне это очень нравилось. Потом я перестала так делать. И где-то в начале 20-го, то ли в конце 19-го возобновила этот тренд. И потом это вошло в моду. Вот кто меня давно смотрит, тот, наверное, помнит. Но это очень удобно, стильно, на мой взгляд. И плюс тепло. Когда накидываешь свитер на плечи, очень тепло согревает плечи и спину. Ну и, конечно же, его можно просто надеть. Если свитер объемный, теплый, то будет тоже очень тепло. Если вдруг похолодает, либо вечером. Так что это у нас аутфит номер 4, да, наверное. Со свитером. Такой вот аутфит номер 4. Вы обязательно напишите, какой вариант вам понравился больше всего. Хотя на самом деле, то, что я вам сегодня показываю, все варианты разные. Один спорт стайл, другой кэжуал. И сейчас третий вариант я вам покажу. Он будет тоже совсем в другом стиле. Поэтому сложно сказать, что нравится больше всего, так как это абсолютно разные вещи и разные стили. Давайте еще раз вам покажу. И заключительный на сегодня аутфит. Более строгий и элегантный. Итак, на мне боди. Это интимиссими. Дальше пиджачок Массимо Дути. Здесь вот золотые пуговицы. И как оказалось, тут еще сбоку есть карманы. Я его еще ни разу не надевала. Но уже вот-вот скоро надену. Но только для съемок надевала. Дальше джинсы черные Зара. Ботильоны на каблуках Роберто Серпентини. Тут, видите, такой не очень высокий, устойчивый каблук. Все, как я люблю. Наверное, сантиметров 7, не больше. Думаю, даже 8 тут нет. Но они очень удобные. Просто невероятно удобные. Это замша, внутри кожи, квадратный нос. Одним словом, все, как я люблю. Вот, носик такой. Очень удобный, стильный. И кланчик LV. Такой аутфит. И очень-очень надеюсь, что уже скоро, буквально на днях, можно будет так ходить и не замерзать. Ну, хотя бы какое-то время. Сюда также можно надеть белое боди. И также майки, футболки. Но с боди, я вам скажу, очень удобно. Потому что ничего никуда не вылезает. Ну, либо если коротенькая такая вот маечка, то тоже классно будет. Либо футболка какая-нибудь узенькая-узенькая. Ну, вот в боди тоже хорошо, удобно. Я люблю боди. Хотя это не очень удобно, как бы, в носке, в принципе. Не очень, да, практично. Но, вот, например, с пиджаком это очень удобно. Вот, очень удобно. То есть, так вот все прямо четко, ровно. Ничего ниоткуда не вылезает. Одним словом, люблю. Но, с одной стороны удобно, с другой стороны не очень удобно. Точно так же, как и комбинезоны, между прочим. Ну, вот, элементарно, пойти в туалет не очень удобно. То есть, вот, как-то так. И удобно, и неудобно. Кстати, напишите, любите ли вы боди. Ну, вот, надеть, скажем, вниз. Это просто самое оно. На этом все, мои дорогие. Такое получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось и подняло настроение. Всем желаю отличного настроения, удачного дня, замечательной погоды. Ну, и чтобы настроение никак не было связано с погодой, чтобы погода никак негативно не влияла на наше настроение. Потому что, в любом случае, как говорится, у погоды нет плохой, у природы нет плохой погоды. Поэтому будем радоваться любой погоде. Но это, конечно, легче сказать, чем сделать. Потому что, когда морозы, когда ветер, когда страшно выходить на улицу, то, конечно, это не очень приятно. Но, опять же, повторю, это никак не должно влиять на наше с вами настроение. Все, мои дорогие. Всех целую, обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.